МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами телеканал ШТВ, программа «Городские новости». В студии Надежда Уварова 13 сентября состоятся выборы депутатов в Курганскую областную и Шадринскую городскую думу. Продолжается процесс предвыборной агитации. Горожане знакомятся с рабочими программами кандидатов. Очередность выступлений определена жеребьевкой. Здравствуйте, уважаемые жители города Шадринска. Меня зовут Игорь Яковлев. Я кандидат в депутаты Шадринской городской думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 24. Мне 43 года, образование среднепрофессиональное. Закончил Курганский торгово-экономический техникум. Являлся одним из создателей и руководителей Объединенного рабочего профсоюза защита в городе Кургане. В настоящее время работаю генеральным директором шадринского предприятия «Уральский родник» Всероссийского общества слепых. Выдвигаюсь от политической партии «Справедливая Россия». Слушая программные речи кандидатов в депутаты городской думы, так и хочется задать им один единственный вопрос. Господа, когда будем уже от слов переходить к делу? От выборов к выборам мы с вами слышим, что если вы их изберете, они сделают освещение в городе, отремонтируют дороги, создадут места в детских садиках, делают доступным медицину и образование. А что же происходит на самом деле? На самом деле проходит время, а город живет все, и жители города живут все хуже и хуже. Дороги, если и ремонтируются, то их на следующий год весной смывают. Освещения в городе как не было, так и нет. Безработица в городе процветает, уважаемые избиратели. 13 сентября 2015 года только вы можете прекратить монополию одной политической партии. Только объединившись несколько партий, работая в городской думе, могут найти взаимопонимание и компромиссы для того, чтобы мы с вами жили хорошо. Спасибо за внимание. Быть в курсе всех событий и помогать людям – жизненная креда заместителя председателя профсоюзного комитета Шадринского автоагрегатного завода Татьяны Ивановны Глоткиной. Правком заводчане идут с различными вопросами. За материальной помощью в трудной жизненной ситуации или за детской путевкой в оздоровительный лагерь, с жалобами на работу общественного транспорта или острой необходимостью получить для своего ребенка место в детском саду. Обращаются, потому что знают. Именно здесь выслушают и помогут. Татьяна Ивановна Глоткина – человек, профессионально защищающий интересы работников, отстаивающий их социальные права. Имея богатый опыт работы с людьми, она не стесняется постучаться в любую дверь, чтобы решить вопрос и добиться справедливости. И по долгу службы, и по зову души Татьяна Ивановна Глоткина всегда находится в эпицентре всех общественно значимых мероприятий не только на заводе, но и в городе. Как координатор профсоюзов она инициировала возрождение в Шадринске Первомайской маевке и с гордостью возглавляет колонну демонстрантов, которая с каждым годом становится все многочисленнее. Поддержку профсоюзов получают шадринские детские спортивные турниры «Кожаный мяч» и «Золотая шайба». Как человека неравнодушного к судьбам детей знают Татьяну Ивановну в коллективе кадетской школы. Благодаря крепкой многолетней дружбе с профсоюзным комитетом открытого акционерного общества «ШААС» кадеты участвуют во многих заводских мероприятиях, реализуют свои таланты в спорте и творчестве. В рамках регионального партийного проекта «Интеллектуал за Уралья» в нашем городе проходят детские шахматные турниры. Это стало возможным благодаря поддержке партии «Единая Россия», а также организаторам во главе с Татьяной Ивановной Глоткиной. Ее энергия и организаторский талант способствуют проведению состязаний на самом высоком уровне. Профессиональную деятельность она успешно совмещает с политической карьерой. Татьяна Ивановна Глоткина – секретарь парторганизации, член Генерального совета партии «Единая Россия», активная участница всех заседаний Генерального совета и съезда в партии. Умеет излагать и отстаивать свою точку зрения, а если надо, спросит и президента. На 14-м съезде партии она задала вопрос президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Дмитрию Медведеву о проблемах отечественного автопрома. Уважаемые избиратели заводского микрорайона, автоагрегатовцы и члены ваших семей, ветераны предприятий и молодежь, приглашаю вас 13 сентября прийти на избирательный участок номер 161, расположенном в школе-интернате номер 16 по адресу улица Свердловая, дом 3, и сделать правильный выбор. Ваша, с вами, за вас, Татьяна Глоткина. Коммунисты Шадринска выступают единым фронтом за экономическое развитие родного города и улучшение жизни шадринцев. В случае победы на выборах депутатов Шадринской городской думы 6-го созыва кандидаты Коммунистической партии Российской Федерации будут добиваться улучшения бюджета и устойчивого развития экономики города. Коммунисты намерены принимать активное участие в разработке и принятии закона о промышленной политике. Необходимо инициировать принятие Госдумы закона о национализации природных ресурсов и крупных промышленных предприятий. Кандидаты в депутаты от Компартии будут добиваться снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Мероприятия по ремонту и техобслуживанию своих квартир и домов шадринцы традиционно возлагают на себя. Такое отношение к содержанию собственного жилья входит в противоречие с новым законом об обязательной оплате услуг за капитальный ремонт. Коммунисты выступают за отмену закона по капитальному ремонту жилья за счет граждан. Кандидаты и депутаты от Коммунистической партии выступают за возрождение строительной индустрии города Шадринска. За ликвидацию стихийных свалок как в Шадринском Бару, так и в городе. Необходимо рекультивировать полигон твердых бытовых отходов. Кандидаты в депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации будут всемерно способствовать принятию закона о поддержке детей войны. Коммунисты будут принимать активное участие в процедуре для определения прожиточного уровня и потребительской корзины. Кандидаты в депутаты от Компартии ставят вопрос о переводе учреждений из муниципальных в государственные, о переводе финансирования здравоохранения со страхового на государственные. Кандидаты в депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации будут принимать активное участие в отслеживании цен на лекарства. Шадринцы, нам вместе решать поставленные задачи и нашу судьбу. Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы. Уважаемые шадринцы, придем как один на выборы и проголосуем за тех людей, которые будут честно служить народу. Мы сможем изменить ситуацию, выбрав в городскую думу людей, которые понимают, что власть должна быть не только профессионально грамотной, но и совестливой и ответственной. Призываю всех избирателей оказать поддержку кандидатам в депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации. Далее в эфире блок рекламы и объявлений. В студии была Надежда Уварова. До встречи на канале ШИТВ. Свет, который украсит ваш дом, сделает ваш интерьер современнее и добавит роскоши. Люстры, торшеры, бра, изделия из настоящего императорского фарфора. Магазин «Лавега» Архангельского, 56. Сделайте ваш дом прекраснее. С 9 по 13 сентября с 10 до 19 часов в Шадринском дворце культуры состоится продажа башкирского меда свежего урожая пасеки Гучаевых. При покупке 2 килограммов меда третий в подарок. Пчелопродукты, растительное масло. Дегустация, скидки. Меховая выставка из Кирова. Большой выбор шуб из мутона. Нутрии, каракуля, енота. Норковая шуба от 39 тысяч рублей. Скидка до 50%. 12 сентября во дворце культуры. За счастливое детство, за достойную старость, за социальную справедливость. На выборах 13 сентября голосуйте за Шадрина Владимира Анатольевича. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 и с Духовым оркестром. Это мой любимый коллектив, мой любимый состав, с которым я люблю, умею работать. Очень много делаю переложений для Духового оркестра. Вот сегодняшняя наша программа, она в чистом виде звучит, должна звучать в составе симфонического оркестра. Но сделали переложение, и, по-моему, Духовой оркестр как нельзя лучше, может, сымитировать звучание симфонического оркестра. Только что скрипок не хватает. Все остальные инструменты, которые есть в симфоническом оркестре, они здесь присутствуют. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА